Середина ноября. Ликуют любители хурмы. Сезон в самом разгаре. На прилавках можно встретить уже до 10 сортов рыжего фрукта. А цены за килограмм становятся все ниже. В среднем 70-80 рублей. Хотя в зависимости от сорта и ценовой политики конкретного продавца, можно встретить как и за 60, так и за 150. И те и другие сейчас пользуются спросом. Это эликсир молодости, красоты. Покупайте и ешьте. А часто вы покупаете сами? Да. Я и себе покупаю, дочери, внучки. Все любят хурму. Но как выбрать? Хурма коварна. Яркий оранжевый цвет еще не показатель зрелости. У каждого свои методы определения вкусной хурмы. Мягкая, так она спелая. Вот я так выбираю. Мне советуют. Продвет. Какую лучше взять. Вот здесь должны быть вот такие рисочки. Вот это точно будет королек и сладкий. Что это за королек такой загадочный и почему он всегда выглядит по-разному? Оказывается, все сорта хурмы делятся на два вида. Просто хурма и корольки. Обычная хурма вырастает, если в период цветения дерева не произошло опыление. А королек, если цветки были опылены. Так вот, хурма перестанет вязать только при полном созревании плода, когда мякоть уже будет похожа на желе. А вот королек даже недозрелый вязать не будет. Чтобы проверить, чтобы она не вязала, маленько так легким нажатием по хурме. Вот если темнеет, она будет королек. То есть, если она не будет темнеет, то она будет еще подвязывать. Это уже не королек. Продавцы говорят, есть покупатели, которые просят именно вяжущую хурму. В общем, правильно говорят. На вкус и цвет товарища нет. В случае с хурмой на вкус и цвет товарища нет в прямом смысле. Я, например, выбрала бы вот такую. На мой взгляд, она достаточно спелая и вкусная. Но вот Краевой Россельхознадзор со мной бы не согласился. По их рекомендациям фрук должен быть твердым. Это мягкое достаточно. И должен быть целым. Здесь, как вы видите, трещинки. В ведомстве рассказали об угрозе заражения хурмы, а также гранатов, вредителям червецом Комстока, распространенным в Азии, откуда к нам их и везут. Для здоровья человека опасности червец не представляет. Но вкусовые качества и пользу фруктов ухудшают значительно. Поэтому рекомендуется тщательный осмотр перед покупкой. Фрукты должны быть свежими, чистыми, без механических повреждений, ну и, конечно, без насекомых. Полина Анкушина, Иван Худяков, Ветта-24.